Доброе утро, глубоковажаемые коллеги. Прежде чем приступить к более современным вещам, я бы хотел сказать, что взгляды наши на меланомы, безусловно, менялись довольно-таки давно. Если взять длинную историческую перспективу, то мы видим, что в 1932 году впервые подумали, что это опухоль какой-то мезонхимальной природы, не знали еще тогда рак это или саркома, знали, что она как-то может быть связана с нервной трубкой, и уже тогда подозревали, что есть длительное течение этой опухоли. Прошло 20 лет, опухоли оставались все еще в учебниках большими. Появилась информация, что иногда они развиваются с пигментных мять, иногда это занимает 10 лет и более. Пропагандировалось тогда большое радикальное хирургическое лечение, многоблочное удаление опухоли вместе с регионарными узлами. Это огромная операция. Но время шло, и операции стали меньше. Хирурги стали задумываться о том, где можно остановить хирургическую активность. Появилось большое количество исследований о необходимости отступов. Накапливались информации про начальные симптомы, про признаки меланомы для ранней диагностики, чтобы обеспечить адекватное хирургическое лечение. К чему мы пришли сейчас? Мы пришли сейчас к тому, что это опухоль длительно развивающаяся, которое мы можем иметь большое количество времени, чтобы его диагностировать, чтобы его радикально пролечить. Которая имеет быструю кинетику роста только в конце, по сути, заболевания. Мы знаем ранние способы диагностики, ранние признаки диагностики. Мы знаем факторы риска. Мы знаем, что это не одно заболевание. Это много заболеваний, это группа болезней. В принципе, хирургические подходы у нас будут освещены буквально совсем скоро, а некоторые факторы риска я все-таки постараюсь осветить. И безусловно, за все это время мы понимаем, что меланома – это заболевание в первую очередь связано с инсоляцией, с воздействием солнца, преимущественно на кожу. Мы знаем, что есть зависимость от фототипа, и мы знаем, что до 90% меланом связано все-таки с повышенной инсоляцией. Но что здесь важно? Здесь тоже имеет значение. Важны солнечные ожоги, доза облучения, широта проживания, характер экспозиции. Но есть и факторы, которые не связаны с облучениями, которые взаимодействуют с солнечным светом по-разному. Например, это пол, прием алкоголя или какие-то наследственные факторы. Если посмотреть, что влияет, то влияет периодическое солнечное облучение. То есть не тогда, когда люди постоянно живут на повышенной инсоляции или постоянно живут в пониженной инсоляции. Когда они переезжают с севера на юг, выезжают на лето отдыхать, получают солнечные ожоги, которые также влияют на риск возникновения меланомы. Считается, что если у человека в течение жизни более 5 солнечных ожогов, риск соответственно увеличивается в 2 раза. При этом хроническое солнечное облучение и количество времени, просто проведенное на солнце, оно практически никак не влияет на риск возникновения меланомы. Какой вывод из этого можно сделать? Очень важно правильное солнечное поведение. Что интересно, оказалось, что правильное солнечное поведение принципиально более важно для женщин, чем для мужчин. Потому что для женщин длительное отсутствие пребывания на солнце и потом выезд позагорать чревато гораздо большими последствиями, чем для мужчин, как ни странно. Хотя, в принципе, если брать в целом, то те люди, которые не имеют привычки отдыхать на солнце, они имеют выше риск заболевания меланомы, чем те люди, которые постоянно и часто выезжают на солнце. Что мы можем сделать? На сегодняшний день мы знаем, что у нас есть эффективные способы защиты от солнца. У нас есть солнцезащитные крема, которые снижают риск на 50%, и это доказано в исследованиях. Но единственное, что их надо правильно носить в соответствии с инструкцией, а не так, как это обычно принято делать. В этом плане очень интересные исследования провели французские ученые. Они просто на пляже поставили палатку, дали людям пользоваться солнцезащитным кремом с условием, что они потом пройдут и сделают фотографии в ультрафиолетовой камере. В результате получилось, что бутылочку взвешивали до и после, чтобы понять, сколько человек использует крема. Оказалось, что многие используют минимальное количество крема на все тело. У многих получается ситуация типа зебры. И вот такой способ нанесения кремов, конечно, никакого влияния не оказывает, потому что остаются участки незащищенной кожи. Плюс сейчас на сегодняшний день разработана целая программа мероприятий, направленная на изменение привычек, изменение солнечного поведения, пропаганду защиты от солнца. И ее роль, ее эффективность мы до сих пор не можем оценить. Наибольшую активность эта программа имеет в Австралии. Там впервые, буквально за последние годы, за многие десятки лет работы этой программы было показано, что заболеваемость меланомы у молодых начала снижаться. Что касается витамина D, для наших регионов, особенно для Северо-Запада, это принципиально важно, потому что мы все недополучаем витамины D. Как оказалось, витамин D влияет на заболеваемость меланомы. И те пациенты, которые, хоть данные про терривчину, в целом общая тенденция складывается в том, что витамин D может повлиять и снизить риск развития меланомы и, в принципе, многих других заболеваний. Это иммуномодулятор хороший, поэтому за уровнем витамином D надо следить не только у детей, но, в принципе, и у взрослых и возмещать его в наших условиях фармакологически. Что касается генетических рисков, то здесь известно очень большое количество факторов, но не все они равнозначны для риска меланомы. Есть факторы с высокой или средней пенетратностью. С высокой пенетратностью это факторы, которые часто вызывают наследственную меланому. Это геноциклинозависимый кеназ, но это достаточно редко встречающаяся ситуация. Это отдельные меланомные семьи, которые действительно прослежены, которые имеют большую историю меланомы практически со средних веков. Есть факторы со средней пенетратностью. Что касается МЦ1-рецептора, это рецептор меланокартина. Это тот рецептор, который отвечает вообще за цвет кожи. Мы все знаем, что у нас есть несколько фототипов. Люди с первым фототипом, то есть это люди, обладающие красным меланином, рыжие, с веснушками, которые никогда не умеют загорать. Они имеют наибольший риск развития меланомы. И шестой фототип, люди черные, которые привыкли жить на повышенной инсоляции, они имеют минимальный риск развития меланомы. Хотя у них бывают меланомы другого происхождения. Есть факторы с низкой пенетратностью, которые могут как-то изменять риски, но не очень сильно. Что важно и чего мы достигли, изучая молекулярный тритогенез. Игей Наумович про принципиальные позиции еще будет рассказывать, но я бы хотел обратить внимание на то, что мы знаем, что у меланомы есть разные пути развития. И одни генетические мутации приводят к развитию отдаленных метастазов, а другие генетические мутации приводят к развитию метастазов в лимфатических узлах. Они могут быть вместе, могут быть по отдельности. Но что это практически значит? Практически нам важно то, что мутация в генебрах возникает очень рано, и она есть во всех меланомах. Нам не имеет значения, мы в метастазе ее будем смотреть или в первичной опухоли. А вот для некоторых пациентов, скорее всего, и нам еще только предстоит понять, кто это за группа, но очевидно, что эта группа есть. Это пациенты, у которых меланомы не умеют давать отдаленные метастазы. Это те пациенты, у которых будут только максимальные метастазы в региональных лимфоузлах. Нам принципиально важно знать, кто это люди, но на сегодняшний день мы пока этого не знаем. Тем не менее, мы знаем, что такая вот дихотомия в развитии меланомы, она существует. И в принципе, в последнее время очень большое внимание уделяется именно генетическому полиморфизму опухоли. Мы знаем, что у нас есть некий селективный отбор мутаций, но с другой стороны, впервые это было показано для опухоли почки. Если мы возьмем одну большую первичную опухоль, разрежем ее на 10 частей, мы можем получить несколько разных генетических вариантов. И то же самое подтверждается в метастазах. И смотрите, если для рака почки бывает все-таки ситуация с более-менее небольшим разнообразием генетических вариантов, то для меланомы разнообразие вариантов гораздо больше. Это линии, причем линии, которые могут иметь или не иметь каких-то мутаций, могут сильно ветвиться. Это опухоль с высокой гетерогенностью процесса. Возможно, поэтому нам сложно ее лечить, особенно системно. Но что также важно понимать в развитии процесса? Развитие процесса может идти по разным сценариям. Вот здесь примеры тех сценариев, которые сегодня есть. У нас может быть линейная эволюция, когда опухоль постепенно по очереди накапливает мутации. Каждая положительная мутация дает ей какое-то преимущество. И вот в результате мы имеем опухоль с целым набором мутаций, которые позволяют ей расти независимо. У нас есть ветвистая эволюция, где опухоль может пойти по разным путям. И для меланомы, скорее всего, это более частая ситуация. Может быть нейтральная эволюция, что является максимальным выражением ветвистой эволюции, когда у нас сразу образуется много клонов, с которыми нам предстоит иметь дело. И у нас есть теория пунктирной эволюции, которая говорит нам о том, что все мутации появляются сразу, и дальше уже какие-то клоны быстрее, какие-то медленнее доходят до развития. То есть эта теория говорит о том, что все изменения есть в первичной опухоли. Какой сценарию нашего конкретного пациента, которого мы пытаемся лечить, мы не можем сказать. Но понятно, что мы должны учитывать, что у опухоли есть гетерогенность, и гетерогенность со временем может расти. И генетическая картина, которую мы имеем сейчас, она может быть другой. Это важно для определения последовательности лечения. И с этой точки зрения нам максимально рано надо приближать эффективные методы лечения, потому что здесь у них больше шансов иметь менее гетерогенную опухоль. Что касается лечения. Безусловно, наше представление о наших возможностях лечения за последние несколько лет выросли грамматически. Если мы раньше думали, что мы не можем лечить меланомию, если мы знали, что выраженные эффекты редки, то сейчас мы знаем, что у нас есть средства лечения практически со стопроцентной эффективностью, которые помогают большинству пациентов. Это для брафмутированной меланомы комбинированная терапия брафами и ингибиторами. Да, мы помогаем почти всем, это хорошее средство для того, чтобы оказать помощь здесь и сейчас. Но с другой стороны, эффекты, к сожалению, не такие длительные, как нам хотелось бы. Мы видим, что даже полная регресса когда-то заканчивается, причем в обозримом будущем. Не говоря уже о том, что когда эффект чуть хуже, вероятность прогрессирования в достаточно коротком сроке весьма существенна. Безусловно, очень важное открытие было сделано в области иммунологии, в области понимания взаимодействия клеток иммунной системы и опухолевых клеток между собой. Мы все знаем, что у нас есть иммунные синапсы, что воздействие на него важно. Но я хотел бы сказать, что помимо взаимодействия через лимфоцит, у нас есть синапсы между всеми этими участниками клеток. На сегодняшний день мы хорошо работаем вот здесь. Мы научились отключать работу сигналов через PD-1 и PD-L1, через CT-LA4 и B7 маркеры. Но есть еще масса мишени, на которые можно повоздействовать. И идеология воздействия на эти мишени обновляется. Здесь мы после уже таких массовых поразительных успехов в этой области, сейчас наступает некоторое остывание, потому что дальнейшее продвижение несколько более сложное. Мы стали получать опять негативные исследования, несмотря на то, что мы воздействуем на эти же причины. То есть мы получили достижения, которые нам надо осознать и нам надо использовать их максимально хорошо. Какие достижения мы тоже услышим от следующих докладчиков уже. Что хотелось бы сказать. Мы сейчас имеем результаты длительного лечения меланомы. Мне понравился слайд. Здесь внизу время в годах. Английские ученые попытались посчитать экономическую эффективность, но при этом посчитали выживаемость пациентов, как оно может быть при наблюдении до 33 лет. При прогнозировании. Посмотрите, мы видим, что раньше у нас было мало пациентов, которым мы могли объективно помочь и длительно помогать с помощью докробазина. Но мы сейчас существенно увеличили с помощью эпилемумаба, с помощью ниволюмаба. Мы существенно увеличили эти платы. Мы действительно видим длительно длящиеся платы, которые длится энное количество лет. Да, в результате все это сходит на нет. Но это естественное течение ситуации. Все-таки пациенты не должны жить вечно. И никто у нас не живет вечно. Соответственно, когда-то кривая должна уйти в ноль. Но этот ноль через 37 лет. Если мы вспомним, что средний возраст пациента с меланомой – это больше 60, то, собственно говоря, это сильно выше среднего возраста дожития и в нашей стране, и в мире. Но что интересно по критериям. У нас есть разная экономическая эффективность. Мы понимаем, потому что препараты все дорогие, нам приходится считать деньги, особенно в нынешних условиях. И у нас совершенно разная экономическая эффективность может быть в зависимости от того, сколько денег мы готовы заплатить за один год качественной жизни. В среднем, если у нас достаточно большое количество денег, то вероятность более хорошего соотношения между ценой и качеством затратами на лечение и результатом полученного лечения мы получаем от терапии невоумаба. Есть узкий спектр, где наилучшее соотношение будет у ипилимумаба, как ни странно. Хотя мы вроде как считаем, что это высокотоксичное лечение, которое уже второе поколение препаратов. Но, тем не менее, есть зона, где он оказывается лучше. Если у нас очень мало средств, то карбазин показывает лучшие показатели по соотношению стоимости и эффективности, если у нас просто не хватает на это денег. Это очень интересные такие наблюдения, которые тоже следует учитывать. И это говорит о том, что мы должны использовать наилучшее из имеющегося, но не должны забывать о всех возможностях. Безусловно, мы на сегодняшний день знаем, что у нас не все далеко пациенты, получают пользу. Нам надо как-то выбирать тем, кому мы поможем. А тех, кому мы не сможем помочь этим методом, надо пытаться помочь другими методами. Как мы можем это отобрать? Безусловно, сейчас идет огромный поиск различных биомаркеров. И мы на сегодняшний день однозначно знаем, что у нас есть прогностические факторы, которые влияют вообще на течение меланомы в целом для любого лечения. Это и ЛДГ, и брав мутации, и наличие микросателитной нестабильности, количество мутационной нагрузки. Это все влияет на лечение. Мы знаем, что у нас есть характеристики пациента, которые надо учитывать. Это и пол, и возраст, и индекс массы тела. И это влияет на современную терапию, на ее эффективность. Мы меньше знаем и хуже научились пользоваться параметрами локального иммунного ответа, то есть опухоли-инфектирующими муфоцитами, экспрессией 5L1. Мы знаем, что эти факторы влияют, но как именно их применять, мы не знаем. Мы знаем, что у пациентов с низкой экспрессией 5L1 будет хуже эффективность антипедиадин терапии, а у пациентов с высокой эффективностью она будет лучше. Но это не значит, что у пациентов с низкой экспрессией, или отсутствием экспрессии, вообще будет неэффективна антипедиадин терапия. Она и у них бывает эффективна. Поэтому это не может быть таким уж решающим фактором. Мы мало анализируем системный иммунный ответ, Хотя на сегодняшний день известен ряд прогностических индексов, например, банальное соотношение лимфоцитов и нейтрофилов, лимфоцитов и тромбоцитов, которые мы в клинике даже знаем, что если такое соотношение слишком высокое, это, наверное, будет плохо в любой ситуации. Но в практическом отношении мы их не используем. Очень большие усилия принимаются по циркулирующей опухолевой ДНК, микро-РНК и жидкой биопсии. Возможно, за этим стоит будущее, возможно, мы будем потом строить алгоритмы лечения, в том числе и меланомы, на основании этого пока это все вошло только в рекомендации по раку легкого. Но, тем не менее, здесь мы можем получить большое количество информации, большое количество репрезентативной информации от всех опухолевых клонов и можем каким-то образом осуществлять мониторинг эффектов, в том числе по этим параметрам. Профиль экспрессии генов. Это, наверное, вот та генетическая история, о которой я говорил. И прогнозирование этой генетической истории в дальнейшем. Если мы научимся хорошо этим пользоваться, мы сможем лучше подбирать терапию для наших пациентов. Это сейчас делается, этим занимается очень много центров. В принципе, мы уже получаем некоторую ключевую информацию для лечения именно из этих исследований. Микробиоты. Вы про это все слышали, все знают, что микробиота важна, микробиота крайне важна для иммунотерапии. Единственное, что мы не знаем, какая микробиота важна. Потому что есть исследования, которые прямо противоречат друг другу. В одном исследовании говорят, что нужны одни микроорганизмы, в другом исследовании, что нужны другие микроорганизмы. А те микроорганизмы, про которые было рассказано в первом исследовании, совершенно не нужны. Может быть, даже лишние. Безусловно, в этом что-то есть. Единственное, что на сегодняшний день доказано, что, к сожалению, пребиотики и пробиотики не помогают улучшить эффективность иммунотерапии. Поэтому, вероятно, здесь нужен какой-то другой путь и другое понимание того, почему микробиоты или антибиотики, которые уничтожают эту микробиоту, имеют свое значение. Тем не менее, вот такой комплексный подход и большие достижения именно в области фундаментальных знаний все-таки позволили нам уже сейчас улучшить ситуацию с продолжительностью жизни наших пациентов. Вот достаточно слайд давний, который мы показываем уже несколько лет, но тем не менее, за 30 лет исследование было проведено и оказалось, что пациенты с меланомой это те пациенты, которые стали доживать 10 лет или больше при использовании современных подходов лечения. Здесь вкладываются все подходы и ранняя диагностика, и скрининг, и современное адекватное хирургическое лечение, и сигнальные лимфоузлы, и новое лечение. Тем не менее, это тот прогресс, который был достигнут за последнее время именно в меланомии, именно благодаря тому, что мы лучше стали понимать эту опухоль. И этот прогресс, если мы посмотрим по рейтингу, это вторая по рейтингу опухоль, где мы достигли больших успехов. Безусловно, это радует. Таким образом, на сегодняшний день изменение представления о меланомии привело к существенному прогрессу в лечении этой злокачественной опухоли. Новая возможность влечения от нас требует дополнительных усилий по выбору терапии и по определению, что лучше для нашего пациента в каждой конкретной клинической ситуации. И, безусловно, наилучшие эффекты будут достигнуты в том случае, если мы будем рационально использовать доступные меры для лечения и стараться добиться оптимального результата сразу. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Да, Виталий Викторович. Спасибо большое. Павел, если мы берем Австралию, да, это вообще обособленное такое государство. И, наверное, это наказание Австралии, когда туда приехали просто ирландцы, поселенцы, рыжеволосые, светлые. И, в принципе, они приобрели вот эти все последующие факторы для рисков меланомы. Но у нас свое население. И вот ваши отношения в свете ФАМ-синдромов. Все-таки, нужны ли карты пациентов? С какого момента обращать внимание на этих пациентов? Как их вылавливать? Ввиду первичных множеств, ввиду наследственных каких-то факторов, изменения генов. Вот здесь ваши отношения. Ну, скажем так, заниматься массовым поиском наследственных каких-то вещей, мне кажется, надо в рутинной практике, но не надо переводить это в разряд скрининга. С точки зрения программ именно скрининга и попыток ранней диагностики, эффективно оказывается именно оценка изначально каких-то факторов риска. И этих пациентов уже с фактором риска, причем это оценка по опросникам банальная, не требующая никаких дополнительных расходов. И вот этих пациентов с факторами риска уже переводить на более интенсивный скрининг, включающий фотоскрининги и все остальное, и картирование, и выяснение более детально всей их истории. Это, вероятно, целесообразно. Конечно, это требует улучшения, потому что пока эти программы с европейской точки зрения не столь эффективны, как хотелось бы. Сергеевич, но все же, когда начинать картирование? Когда вот смотреть, когда вот эту фотосессию начинать нужно? С какого момента? Потому что до сих пор, я договорюсь, что до сих пор у нас бытует мнение, даже в детской онкологии, вот ко мне приходит много мам со своими детьми и говорят, вы знаете, у нас у ребенка растет новообразование, да? Я говорю, ну а с чего взяли, что оно растет? Ну вот посмотрите, там год назад, ему было три года, вот мы калькой обрисовали, кто-то додумался сказать обрисовать калькой, и прошло два года, видите, оно выросло. Я говорю, у вас ребенок растет, по большому счету. Так вот отношения, мы пропорциональны рост. Нет, но все же, множество образований у детей, мы все несвойственно выезжаем в солнечные страны, да? И вот здесь тут порыв какой? Проходит лето, получается, сентябрь-октябрь, и все вдруг начинают осматривать кожаные покровы, молниеносно. То есть вот я думаю, что Георгий Иванович подтвердит, у нас рост обращения с невосами там в октябре-ноябре, оно пиковое. У кого чешется, у кого отваливается, то есть тут много же сферы. Ну вот когда картину проводить? Нет, по поводу, значит, первое, мне сложно сказать, когда проводить, потому что все-таки это не настолько сфера моих интересов. Но, тем не менее, на сегодняшний день считается, что появление невосов до пубертатного возраста, это, в общем, естественная история. Появление новых пигментных образований в последующем, это уже та история, которая требует бдительности. Вот это единственное, наверное, что может быть ответом на этот вопрос. Когда начинать программу скрининга, сложно сказать, с учетом того, что в молодом возрасте, да, Иванова молодеет, но в молодом возрасте она встречается не так, чтобы часто. Наверное, подвергать всех вот такому картированию не надо. Поэтому ответа на этот вопрос объективного какого-то я не встречал. Когда надо начинать? Как для других заболеваний, для которых четко прописанная система скрининга есть. Нет, все-таки просто вопрос, потому что популяция большая. Ну, это хороший вопрос для исследований. Как говорится, если мы не знаем ответа, надо найти его самим. Да, действительно, в настоящее время пока ответа на этот вопрос нет. Нет, как вести себя, тем более учитывая, что сейчас заболевание все-таки растет и у молодого контингента. Я думаю, что это вопрос дальнейшей дискуссии у нас будет. А у меня вопрос к вам, Алексей Викторович, вот на основании этих результатов, этих литературных данных и вашего практического взгляда. Витамин Д, как взрослым, стоит его принимать, не стоит его принимать, потому что разные точки зрения абсолютно есть. Все-таки, как вы думаете? Я думаю, что стоит. А каким образом тогда? Ну, у нас есть волшебные тесты на витамин Д, сдали тест, определили, что у нас низкий уровень в крови и, так сказать, взяли простые детские препараты и принялись в лечебной дозе. Все, тут никаких проблем в этом нет. Тесты дешевые, даже иногда кровь сдавать не надо. Вот, препараты тоже копеечные, поэтому... Кальций, Д3, никомет, да? Нет, вот как раз кальций, Д3, никомет чего-то хуже говорят, а есть же простые препараты, воды, спирт и жиростворимые препараты Д3 типа, аква-детрима и так далее. Это еще проще. Да, конечно. Алексей Викторович, а у меня вот вопрос, вы там показали один слайд, который продемонстрировал обратную зависимость между толщиной первичной опухоли на момент, видимо, установления диагноза и длительностью пребывания на солнце. То есть вот по тем данным получалось, что пациенты, которые практически не бывают на солнце и у них нет вот этих регулярных выездов, двухнедельных каникул, вот у них толщина опухоли больше оказалась. Это как раз говорит о том, что те пациенты, которые сумели адаптироваться, которые регулярно выезжают на солнце, у них происходит адаптация к такому солнечному облучению, у них гораздо реже риск возникновения меланомы или толстой меланомы по сравнению с теми пациентами, которые никогда не выезжают, и тут решили выехать и получить все, что хотели от пяти дней пребывания на солнце. Причем неважно, загорели они или нет. У них гораздо требуется время на включение вот этих вот систем всех. И если мы вспомним, как нас еще в институте учили, про правильные эритемные дозы и как доводить их до нужных, это требует последовательный и терпеливый процесс адаптации к солнечному излучению. Если этого процесса, ну при частых выездах это само собой получается. При редких выездах просто не успевает адаптироваться непривыкший организм к такому солнечному излучению. Мы получаем меланому гораздо толще. Еще вопрос. Это не первое место занимает в малигнизации неоса. И по поводу витамина D хотела сказать о том, что это очень такой момент действительно интересный, потому что мы занимаемся щитовидной железой. Для нас обязательно является сдать анализ крови на витамин D, как он сказал абсолютно точно докладчик. И обязательно наличие кальция ионизированного, какое его количество, и биохимического. Соответственно, вот эти вот три показателя, они и являются основными для того, чтобы принимать витамин D, не принимать витамин D, потому что это очень серьезный момент именно в плане микроциркуляции, взаимодействия между собой вот этих вот компонентов. Но по поводу хотелось, извините, раз попался в микрофон, я хотела прокомментировать это выступление, где когда нужно все-таки уделять внимание тому, чтобы составить карту, как выразился. Вот был вопрос. Я хотела сказать о том, что для нас основная задача, как для онкологов, донести в массы, что необходимо, как любой локализации, независимо, то ли рак малышной железы, или это меланома, или рак щитаидной железы. Вот, например, у нас был день диагностики меланомы, который планируется, вот мы сейчас в преддверии этого дня, и мы нашли там очень много других раков. То есть мы нашли там и рак щитаидной железы, и рак кишки, знаете, мы уже все там найти на этом дне диагностики, потому что основная задача для нас, как онкологов, донести в массы, чтобы люди занимались самообследованием. То есть нужно не доходить до фанатизма, чтобы измерять врожденные неосы у детей, или рисовать калькой. Правильно, это все верно, и абсолютно точный подход, когда есть уже признаки, о которых в неонатальном еще периоде смотрят детские врачи и определяют, вот за этим надо смотреть. А вот этот, вот это нормальный неос, то есть за ним надо наблюдать, но необходимо обязательно какие-то нужно, может быть, удалить. То есть такой подход очень должен быть своевременный и нужный, потому что я согласна, что это очень большая дискуссия на этот счет должна быть, потому что нужно определить четко, потому что гипердиагностика, она приводит к тому, что пациенты некоторые сходят с ума. Спасибо большое. Я хотел бы в свете комментариев тоже добавить, что, конечно, я все поддерживаю, что замерах на тот... Да, замерах на тот... Правильно, что же сегодня путается все. Да. Да лучше все. Ну, отлично, да. В общем, что я хотел сказать, что, во-первых, по поводу витамина D, да, что гипервитаминоз D гораздо опаснее, чем гипервитаминоз D. И об этом все-таки не надо забывать, и мера должна быть везде. Это, во-первых. А во-вторых, по поводу своевременного обращения, конечно, самое главное, чтобы люди были бдительны и не боялись, как у нас пойти куда-то, и не откладывали это до бесконечности. А в целом известно, еще один такой интересный момент, что смертность Миланова пропорциональна количеству драматологов на душу населения. Обратно, точнее говоря, пропорционально. Спасибо. Спасибо, Алексей Викторович. Спасибо. 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 Спасибо.